Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Сегодня я буду рассказывать о телеподдержке, телемониторинге и телереабилитации как инструменте оказания непрерывной медицинской помощи в условиях самоизоляции во время пандемии. И первым делом я хочу почтить память коллег, медицинских работников, павших на поле битвы с ковидом. Если бы удаленный телемедицинский мониторинг на дому заболевших ковидов пациентов был бы сразу организован с применением полного спектра телемедицинских инструментов, я уверена, человеческих потерь могло бы быть меньше. Пандемия коронавирусной инфекции обусловила взрывной рост потребностей в цифровых услугах, в том числе связанных со здоровьем и медициной. Многие российские медорганизации, телемедицинские платформы объявили об открытии бесплатных дистанционных консультаций пациент-врач по вопросам ковид-19. Об этом и пойдет речь в моем рассказе дальше. Дистанционный контроль, состояние здоровья или телемониторинг – это основная форма телемедицины пациент-врач. Поддерживает приверженность пациента к лечению и самоконтролю, освобождает его от необходимости регулярных визитов к врачу. Действия платформы, о которых я вам буду рассказывать целиком, лежит в нормативном поле и основана на законе 323 об основах охраны здоровья в Российской Федерации, точнее статье 36 пункте 2 под пункте 3. Мы будем говорить о пациентах, которые пролечены, у которых поставлен диагноз, назначено лечение, которые лечились в конкретном медицинском учреждении и потом наблюдаются лечащим врачом во время длительного противоопухолевого лечения. Перед тем, как пациент приглашается к дистанционному мониторингу с помощью платформ, он подписывает дополнительно информированное согласие. Дело в том, что это уже идентифицированный пациент, проходивший лечение в лечебном учреждении, подписавший все базовые информированные согласия. И все же информированное согласие на дистанционный мониторинг пациента он также должен подписать как в электронном, так и в письменном виде. Ну а это несколько картинок о том, как мы опрашивали онкологическое пациентское сообщество в декабре и январе и готовы ли они были к пользованию телемедицинскими технологиями. Итак, 63% считали, что в некоторых случаях можно решить проблему дистанционно, а 27% считали, что любую медицинскую проблему можно начать решать дистанционно, а потом продолжить очно. А это очень важный опрос. Он подтверждает, какие медицинские вопросы пациенты хотели бы решать дистанционно. 35% ответило, что они хотели бы участвовать в групповых реабилитационных занятиях под видеосвязью под контролем врача или инструктора. И об этом я расскажу чуточку позже. 65% пациентов хотели бы получать рецепты на лекарственные средства в электронном виде. 78% хотели бы получать направление на обследование без визита в лечебные учреждения. И 77% хотели бы иметь канал связи, позволяющий задавать вопросы своему лечащему врачу. Пожалуй, об этом я и буду рассказывать дальше. Во всех наших сервисах заложен пациентаориентированный подход. Это ориентация на индивидуальные интересы пациента и его нужды, вовлечение пациента в процесс принятия решений. Пациент здесь не жертва обстоятельств, он активный участник лечебного процесса. Это должно повысить комплоентность. Ну и в основе моего доклада планировался вот этот слайд. Это обращение итальянских врачей, сделанных еще в марте месяце. Очевидно, что в условиях пандемии необходимо прежде всего обеспечить максимальный уровень изоляции людей, для чего необходимо создать все условия для решения возникающих вопросов дистанционным способом. А в условиях пандемии онкологические пациенты должны были и должны особо строго заблюдать решим карантина и избегать или сокращать посещение медицинских организаций. И они вынуждены были это делать. Итак, платформа для дистанционного мониторинга, которая использовалась в нескольких региональных онкологических центров. Это онконет. И платформа для дистанционной реабилитации онкологических пациентов называется онкорехаб. Еще в марте мы начали думать о том, как держать пациента информированным. И в рамках акции взаимопомощи во время пандемии с Николаем Владимировичем Жуковым задумали целую серию образовательных пациентских школ по правилам жизни пациентов во время пандемии. Сегодня эти школы транслируются в дневных стационарах региональных учебных лечебных учреждений. И мы получаем благодарности от главных врачей, а значит, мы старались не зря. В онконет и онкорехаб нашей сервисы была интегрирована тепловая карта по развитием симптомов COVID-19. Это было сделано по просьбе врачей и для того, чтобы пациенты пристально следили за своим здоровьем и не приходили на лечение с температурой или любыми симптомами ОРВИ. Дело в том, что это было сделано для сохранения безопасности работы отделений, в которые приходили пациенты на плановое лечение. Специальный агент для мониторинга симптомов COVID-19 по обученному алгоритму совершал появление случаев возникновения возможных признаков ОРВИ среди онкобольных и сообщал об этом лечащему врачу. А пациент получал в ответ аларм для того, чтобы соединиться с лечебным учреждением до того, как он отправится на лечение. Дополнительно мы запустили сервис COVID-19. Это реабилитация выздоровевших пациентов после перенесенного ковида. Это дыхательные гимнастики, которые пациенты могли производить в онлайне под контролем специалистов института курортологии и реабилитологии Минздрава Российской Федерации. Мы сделали это при содействии команды молодых ученых этого института. И сегодня, каждое утро, пациенты продолжают заниматься онлайн под контролем врачей. Сегодня на ресурсе онконет в папке COVID-REHAB лежит целая серия всевозможных дыхательных гимнастик, которые были сняты с участием ученых, молодых ученых, реабилитологов института реабилитологии и курортологии. И вот так выглядит наш сервис, на который нужно зарегистрироваться, пройти анкетирование и быть обследованным и контролируемым дальше в процессе выполнения двухнедельного реабилитационного лечебно-физкультурного комплекса. График, который получает пациент для того, чтобы ответить на вопросы, выглядит во всех сервисах одинаково. Это специальные анкеты, которые выбирает врач и ответы, которые дает на эти вопросы пациент согласно своему состоянию. Ну а врач получает в ответ тепловую карту состояния пациента и понимает, где же находятся его проблемные зоны. Тепловую карту также видит сам пациент, так как все наши сервисы проходят под эгидой лозунга «информированный пациент». Пациент – участник, полноценный участник собственного лечения. Ну а это небольшое исследование, которое мы проводили в Липецком онкологическом диспансере в 2018-2019 году для тех пациентов, которые участвовали в дистанционном мониторинге «Онконет». Итак, с помощью системы «Онконет», который проводился в пилотном режиме, 61 доктор мониторил 415 врачей, но для исследования было выбрано 206 пациентов. В исследовании участвовали пациенты с раком молочной железы, раком легкого, шейки матки, яичников, предстательной железы, щитовидной железы, почки, желудка, колоректальным раком, лимфомы Ходжкина, меланомы и неходжкинской лимфомы. Общие отзывы о работе системы, полученные как от врачей, так и пациентов, были весьма положительными. Однако для объективной оценки все-таки мы решили провести сравнение медицинских результатов с контрольной группой пациентов, не использовавших дистанционный мониторинг. Поскольку исследование изначально не планировалось как рандомизирование, для сравнения была ретроспективно подобрана группа пациентов 209 человек, которые проходили обычное лечение и наблюдались у региональных онкологов. Но разницу, которую мы показали, вы видите сами, и поэтому разницу вы видите сами, и мы сумели... Главный вывод, что с учетом этих результатов в полтора раза реже переносились даты очередного курса химиотерапии в группе пациентов онконет против контрольной группы. В итоге это дало возможность выдерживать нужные интервалы между курсами лечения, что достоверно отличалось от контрольной группы и в значительной степени улучшало выживаемость пациентов. А этот слайд наших финских коллег, которые используют аналогичный сервис. Посмотрите, через 6 месяцев пациенты сообщали об улучшении качества жизни, а также о снижении посещения, больниц и госпитализации при продолжительности, что пациенты оставались в химиотерапии. Очевидно, что протестированная в Липецке система дистанционного мониторинга на дому способна стать вспомогательным инструментом в условиях ограничения плановой стационарной помощи, которая может привести к обострению и росту осложнений. Предложенная система поддержана главным онкологом, академиком Каприным Андреем Дмитриевичем и, надеемся, что позволит достаточно безопасно перейти к амбулаторному использованию препаратов таблетированной лекарственной терапии для пациентов, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения. Это должно позволить разгрузить круглосуточные дневные стационары и эффективно использовать их для пациентов, которые нуждаются в постоянном очном наблюдении врача. Ну а это информационный ресурс, так называемая библиотека пациентов, которая доступна и пациенту, и врачу в их личном кабинете. Это огромный ресурс, содержащий информацию по всем этапам онкологического лечения, с которыми сталкивается пациент на момент подтверждения постановки диагноза, и по всем этапам лечения, которые ему длительно предстоит пройти. А этот ресурс создавался совместно с большой компанией онкологов. Большая часть это были онкологи российского онкологического научного центра имени Блохина, а также наши другие энтузиасты-онкологи, помогавшие нам с информацией и принимавшие участие в записи в видео школ образовательных пациентов. Это были эксперты русской. И поэтому практически 2000 страниц образовательного текста по 22 онкологическим локализациям доступны библиотеки пациента. А теперь мы перейдем к телереабилитации. Что это? Это комплекс реабилитационных ассистирующих мероприятий и видеообучающий контент, которые предоставляются пациенту дистанционно посредством цифровых технологий. По сути целью телереабилитации являются улучшение доступа к реабилитации, ускоренная социальная и трудовая адаптация и максимально возможное и быстрое восстановление функций и навыков самообслуживания и труда. И я уже рассказала вам о том, как мы попытались это сделать для пациентов, которые перенесли ковид, и этот сервис сейчас работает и доступен. По сути телереабилитация это либо выполнение пациентам упражнений при помощи видеошкол, которые заложены в наш сервис онконет и онкорехаб, либо это онлайн реабилитация под контролем инструктора ЛФК при непосредственном участии врача-реабилитолога или телеобразовательные пациентские школы и вебинары по различным проблемам, правилам жизни, питания и восстановления после тяжелого перенесенного лечения. Наиболее распространенные клинические виды телереабилитации вы видите здесь. Это и эрготерапия, и нейропсихология, и расстройство речи. Дистанционные виды реабилитации уже активно применяются на Западе в нейрохирургии, трансплантологии, кардиологии, ортопедии, неврологии, и теперь мы это делаем в онкологии. Основные принципы онкореабилитации вам всем известны. Это как можно более раннее начало лечения, непрерывность и преемственность лечения, соблюдение этапности и, конечно, персонифицированный характер. И в том самом сервисе Онконет заложены все эти принципы, и доктор может по своему назначению отправить выбранный ему комплекс лечебной физкультуры для выполнения на дому. Ну, а это этапы реабилитации онкологической, и я расскажу вам, в какой этап лучше всего ложится телереабилитация. Итак, предреабилитация – это после того, как пациент услышал о своем диагнозе и готовится к лечению, проходя диагностические процедуры, идеальный момент для назначения телереабилитации. На первом и втором этапе стационарного лечения реабилитация проводится в онкологическом центре, а вот третий амбулаторный этап идеален также для телереабилитации. Пациенты получают назначенные комплексы лечебной физкультуры и диетические рекомендации по правилам жизни на дом и выполняют это в качестве задания, регулярно заполняя анкеты. Я продемонстрирую вам возможности телереабилитации пациента при раке легкого за одну-две недели до операции. Вы прекрасно видите эти возможности. А вот так мы пытались готовить пациентов с колоректальным раком к операции в Липецком онкологическом диспансере. Мы определяли нутритивный статус, назначали поддерживающее лечебное питание и занимались пациентами лечебной физкультуры, а также психологией. Пациенты в результате заполняли анкеты и приписывали. Мы чувствовали себя неброшенными, нам было не страшно. И, наверное, вот эта самая неброшенность, снижение тревожности пациента подвели нас к мысли, что это оказалось очень востребованным и очень нужным. А на третьем амбулаторном этапе наши пациенты получали на дом вот такие видеокомплексы, записанные все в том же Институту курортологии и реабилитологии, которые пациент должен был выполнять на дому и заполнять анкеты о своем самочувствии. Очень востребована реабилитация логопедическая. Это Татьяна Анатольевна Петрова, Институт онкологии имени Блохина. Она занимается со своими пациентами в отделении, и это очень редкий в России специалист. А те пациенты, которые выписываются домой, получили возможность заниматься с ней в платформе теле-рехаб онлайн. И это невероятная возможность, которая должна и может быть доступна с помощью этой технологии каждому пациенту Российской Федерации. Санаторий Решма связался с онкологическим диспансером города Иваново и с помощью мультидисциплинарной команды реабилитологов определяет потребности онкологического пациента и назначает ему также онлайн-реабилитацию. Они специализируются на нейрореабилитации. Ну а этот проект, который идет сейчас в Институте онкологии имени Блохина на Каширке, это совместные групповые занятия пациенток с РМЖ, которые прошли лечение и выписались домой, занимаются совместно при участии доктора и инструктора ЛФК. Они находятся сейчас в левом желтом квадратике. Они еще лежат в онкоцентре и проходят лечение. Каждый день в 10 утра группа пациенток, перенесших мастектомию, занимаются совместно. Те, кто уже дома, видят те, кто еще лечится. И, честно говоря, кроме того, что это лечебная физическая реабилитация, получилось так, что эти группы носят назначение психологической поддержки. Пациенты знают друг друга, рады видеть друг друга. У многих пациенток дома в кадре бегают дети или мамы. Они занимаются с подручными средствами и очень рады, и ждут своей очереди на следующее занятие. А это наш проект, который мы только что начинаем. Это телереабилитация, которую мы также начнем в Институте Блохина для осложнений по желудочно-кишечному тракту. Это и подготовка к лечению, это питание в до- и послеоперационный период, это питание во время побочных явлений, а также питание во время поздних осложнений реабилитации при абдоминальном синдроме, пострезекционных синдромов в области ЖКТ и в области головы и шеи впоследствии. Этот проект, который мы только что начинаем, он очень востребован пациентами, так как вы знаете, что основные задачи пищевой терапии онкологических больных это обеспечение возросших физиологических потребностей макро- и митронуктриентах, профилактика послеоперационных осложнений и, конечно, ускоренная реабилитация и возвращение к привычному образу жизни и качеству жизни. Пациенты также заполняют дневники питания. Мы контролируем недостаточность питания у пациентов. Они также имеют возможность самообразовываться с помощью диета терапевтических школ. Вот это у нас терапевтические школы для маленьких онкологических пациентов. Ну и наш телереабилитационный обучающий проект, который назывался «Телеонкорехабстади», пожалуй, будет завершающим в моем сегодняшнем выступлении. Мы записали и обучили 450 онкологов, которые хотели бы заниматься онкологической реабилитацией. Это 36 видеолекций с участием ведущих экспертов, в том числе экспертов Института онкологии имени Петрова. Вот так выглядят наши лекции. Врачи могли слушать их и получать даже 72 балла НМО за прослушанные лекции. И, конечно же, мы учили их принципам и этапам реабилитации в онкологии, новым клиническим рекомендациям, основным технологическим приемам, наукометрическому анализу исследований в целях повышения квалификаций онкологов и реабилитологов. Большое спасибо и огромная честь представить команду коллег, которые сделали этот замечательный образовательный проект. Ну и немножко о детях. Сейчас мы производим проект «Кидз Рехаб», нацеленный на реабилитацию маленьких детей. Мы учим родителей уходу за маленькими детьми, которые оказались в сложной ситуации. И мы даже интегрировали в нашу лечебную физкультуру, наверное, впервые музыкотерапию. С помощью музыкотерапии мы сделали ряд дыхательных гимнастик по итальянской технологии, которые позволят маленькому пациенту в игровой форме заниматься дыхательными упражнениями и быстренько выздоравливать. А также в детской реабилитации мы будем заниматься психологическими занятиями, дистанционной трудотерапией. Особая роль будет выведена для дистанционной эрготерапии и артерапии. И это команда тех, кто создавал этот проект, это руководители проекта. Внизу команда разработчиков «Телепад». Здесь находятся наши контакты. Вы можете связаться с нами, задать любые вопросы. И самое главное – это пациентское признание. Второй год подряд за наши два проекта мы получаем премию пациентского признания «Будем жить». И это самое дорогое, что может заработать человек, разработчик, занимающийся такими пациентоориентированными цифровыми решениями. Спасибо большое!